АЛЛАТО 24 АЛЛАТО 24 Напомнить им, с чего все началось и каковы первые итоги работы Конституционного совещания? С чего вы начали? Как проходил процесс работы? Насколько вы работали открыто и прозрачно? Добрый день. Вера, огромное спасибо за приглашение. Хотелось бы отметить, что указом президента номер 45 было создано конституционное совещание, и мы начиная с 20 ноября начали свою работу, и следует отметить, что согласно данному указу нам была предложена новая редакция Конституции, которая была разработана депутатами для совершенствования данного документа и для предложения, после усиления совершенствования данного документа, для предложения в парламент. Следует отметить, что конституционным совещанием было создано три секции. Первая секция это права свободы человека и гражданина, вторая секция это конституционные основы, и третья секция это органы государственной власти. Необходимо отметить, что во всех этих трех секциях члены конституционного совещания поработали очень эффективно, и следует отметить, что к нам приходили очень-очень много граждан, к нам приходили представители политических партий, общественных объединений, и мы давали слово каждому гражданину, каждому представителю, скажем, общественных объединений, и также к нам обращались в электронном формате, в письменном формате десятки, сотни наших граждан. И следует отметить, что мы каждую статью, каждую главу, буквально каждое слово изучали, вместе обсуждали, и в случае спорных моментов мы приглашали специалистов в этой области, практиков, теоретиков в этой сфере, выслушивали, и путем дебатирования, путем дискуссий принимали решения. И в таких очень спорных моментах мы принимали те или иные решения путем голосования. И следует отметить, что мы закончили первый этап работы в настоящее время, и создали рабочую группу, и сейчас мы начали работу в формате рабочих групп. Получается, что новый проект Конституции уже прошел довольно-таки обширное общественное обсуждение, да, как вы сказали, что это были разные площадки, и Конституционное совещание, и мнение граждан, и интернет-пространство. Вы являетесь руководителем секции права, свободы и обязанностей гражданина и человека, и сейчас Конституционное совещание, оно работает в двух группах, это непосредственно юристы и лингвисты. Вот сейчас почему произошло такое разделение, на что направлены усилия членов Конституционного совещания? Вера, у нас созданы две рабочие группы, это лингвистическая комиссия отдельная, они работают отдельно, и наша основная экспертная рабочая группа. Туда входят и юристы, и экономисты, и философы, и в том числе практики с государственных органов, с общественных объединений. Здесь, как получается, вот смотрите, три секции, три секции совершенствовали свои главы, передали нам. Соответственно, мы сейчас объединяем это вот в один цельный документ, и при этом смотрим на то, чтобы одна глава не противоречила другой главой, потому что должна быть сквозная линия, во-первых. Во-вторых, мы также, вот каждый день рабочая группа, мы работаем с утра до вечера, и активно обсуждаем каждую главу, каждую статью и каждое слово. И мы каждую статью смотрим комплексно, смотрим с точки зрения, с юридической точки зрения, с экономической, финансовой и со стратегической точки зрения. Скажем, принятие этой нормы, что за собой повлечит, насколько это будет эффективно. То есть мы, у нас есть понятие юридической техники, нормотворческой техники, мы смотрим со всех сторон, и также путем обсуждений, дебатирования, дискуссий принимаем те или иные решения. И хотелось бы отметить, что сейчас основная экспертная работа группы активно ведет свою работу. Мне очень понравилось, что вы говорите, что устраняете различные противоречия, потому что существует такая расхожая фраза «закон что дышло, куда повернешь, туда и вышло». Я думаю, что именно на это и направлена работа членов конституционного освещения, чтобы не было противоречий. И мы говорим о том, что вносимые изменения и дополнения должны значительно улучшить экономическую, социальную, правовую составляющую нашего государства. И члены именно группы, секции, которой руководили вы, работали именно над этим, над правами человека. И вы говорите о том, что права человека усилены в новой редакции Конституции. Безусловно. В частности, вот таких уязвимых групп, как права женщин и детей. Скажите, пожалуйста, по этой части, какие изменения произошли? Хотел бы остановиться на двух аспектах. Первый аспект. У нас в истории независимого Кыргызстана это 10-я конституционная реформа. И следует отметить, что до настоящего времени, я думаю, ни для кого не секрет, на конституционных совещаниях редакция основного закона писалась на официальном языке, на русском языке. И впервые, в настоящее время, и в секциях, и в рабочей группе, и на пленарном заседании мы пишем, анализируем и совершенствуем документы на государственном кыргызском языке. Потом переводим на русский язык. Это во-первых. Во-вторых, по поводу вашего вопроса, по поводу прав женщин и детей. Следует отметить, что мы в предлагаемой редакции усилили нормы, направленные на защиту прав детей и на защиту и совершенствование свобод женщин. И следует отметить, мы четко закрепили, что мужчина и женщина равноправны. И в то же время мы специально закрепили специальные меры в редакции о том, что не является дискриминацией, если в нормативно-правовых актах устанавливается четкое количество, скажем, в представительных или в законодательных органах, четкое количество специальных социальных групп, в том числе женщин. То есть мы специально закрепили новую редакцию нормы, которая направлена на то, чтобы, скажем, в партийных списках, скажем, в будущих парламентских группах обязательно должно быть энное количество женщин, энное количество лиц с ограниченными возможностями и так далее. То есть мы, наоборот, в этой редакции усилили нормы с целью усиления защиты и продвижения прав и свобод женщин, детей и социальных групп. То есть вы считаете, что до сих пор женщины в нашем обществе мало представлены на каких-то руководящих областях и, как правило, они работают в тех сферах, где небольшая заработная плата, да, это учителя, врачи и так далее. А мужчины по-прежнему в нашем обществе получают больше размер заработной платы. Нет, нет, знаете, Вера, дело в том, что вот в отличие, скажем, от других народов, от других государств, вот наши женщины Кыргызстана всегда занимали особое место в нашем обществе. Они всегда были равноправны. Вот давайте возвратимся к истории нашей. Курман Лендовка – единственная женщина с титулом Датха, которая правила нашим народом энное время. Не говоря о таких наших персонажах литературных, как Джангал Мирза, Ханакей Аем. То есть в нашей истории, вот возьмите Розу Тумбаеву, вот нашу новейшую историю, она в свое время взяла на свои хрупкие плечи, самое сложное время, вот такую историческую миссию. То есть в нашем обществе женщины, они всегда занимали особое место, но тем не менее, на наш взгляд, вот в конституционном законодательстве, в конституционных нормах необходимо и дальше совершенствовать нормы, направленные на продвижение. То, что касается прав детей, право на бесплатное медицинское обеспечение, право на образование, именно все дети должны получить дошкольное образование, и эта норма отдельно закреплена. Почему такое особое внимание, почему вы решили, что это должно быть прописано в основном законе страны? Беря, знаете, вот мы проанализировали у нас обращение к граждан, и следует отметить, что абсолютное большинство обращений к граждан касается социально-экономических прав. И народ в абсолютном большинстве не волнует, скажем, такие формы государственного устройства или, скажем, другие политические вопросы, что абсолютное большинство народа волнует именно социально-экономические проблемы, социально-экономические права, реализация своих социально-экономических прав. И следует отметить, что в этом ключе мы закрепили и предложили очень много таких новел, я бы сказал, потому что, например, ранее этой нормы не было. Мы четко закрепили, что каждый гражданин городской республики имеет право на бесплатное дошкольное, школьное и профессионально-техническое образование. Я думаю, это очень хорошая норма, государство обязано обеспечивать садиками, школами и профессионально-техническими учреждениями. Раньше не было, именно в Конституции не было указано дошкольное учреждение, потому что сейчас в садике огромная проблема. Родители хотят отдать ребенка в государственный муниципальный садик, а там мест нет. Хотят отдать в частный садик, там дорого, и оставляют детей дома. И, соответственно, это очень большая социальная проблема, что отрицательно влияет на развитие детей. Но, тем не менее, мы закрепили эту норму. Я думаю, в перспективе, скажем, наше правительство закрепит такие нормы, которые направлены на развитие наших детей. Пусть сейчас государство, конечно, если даже не может построить садики, но, скажем, они могут также разработать альтернативный вариант развития детей. Например, открыть специальные курсы развития детей, скажем, в домах культуры, скажем, или в клубах. И могли бы в день, скажем, по 3-4 часа, скажем, детей обучать, скажем, элементарным навыкам педагогического, скажем, развития. И для их возраста, скажем. То есть мы закрепили эту норму специально, чтобы государство в перспективе ввело сильную государственную политику в этой сфере. Я думаю, что у нашего государства есть огромный потенциал, потому что мы видим, как в последнее время, во время пандемии, строятся больницы, реконструируется идет ремонт старых зданий. То же самое можно сделать и с другими зданиями, и отдать их под детские сады. Еще у нас очень много зданий не возвращено государству. Ну, скажите, пожалуйста, вот то, что касается прав человека и закрепления, усиления прав, это одно. Но есть ли у нас, у граждан Кыргызстана, обязанности? Есть ли какие-то новеллы по этому поводу? Ну, знаете, вот вы хороший вопрос подняли насчет обязанностей. Вот сегодня были жаркие дебаты по обязанностям и по прожиточным минимумам. Вот наша секция предложила очень хорошую норму, и вот сегодня в рабочей группе мы дорабатывали эту норму. Мы буквально сегодня тоже утвердили и предложили конституционному совещанию очень интересную норму. Размеры пенсий и социальных пособий должны соответствовать прожиточным минимумам. Прожиточный минимум ежеквартально утверждает Национальный статистический комитет. Сейчас прожиточный минимум 4660 сомов. Социальный фонд недавно официально объявил, что минимальная пенсия у нас в Прогастане 980 сомов. Разница, конечно, большая. Да, сейчас бюджетный кризис, да, тяжело. То есть есть люди, которые живут за чертой бедности, это непозволительно, по вашему мнению? Да, безусловно. И, конечно, сейчас тяжело сразу реализовать эту норму, но в перспективе государство должно стремиться изыскать средства, и чтобы размеры пенсий и социальных пособий должны соответствовать прожиточным минимумам. Вы представляете себе, сейчас у нас 670 тысяч пенсионеров. Ну, я думаю, наверное, где-то 200-300 тысяч людей, которые получают социальные пособия. Это миллион наших граждан. И это очень большая социальная проблема. Да, моментально эту проблему нельзя решить, но государство, раз уж является социальным государством, в статье 1 мы закрепили, что Кыргызстан является правовым, демократическим, светским и социальным государством. Кыргызстан является социальным государством и берет на себя социальные обязательства. И в плане размера пенсий, и в плане размера социальных пособий государство должно ввести целенаправленную политику, чтобы поднять уровень размеров пенсий и социальных пособий до уровня прожиточного минимума. Вот у нас и на секции, и сейчас в рабочей группе были очень жаркие дебаты, но в конце концов мы пришли к единому консенсусу, что необходимо, скажем, принять эту норму. — Правительство всегда говорит, что одно из самых приоритетных направлений — это выполнение обязательств перед пенсионерами, перед инвалидами и другими уязвимыми группами, но тем не менее, вот эта норма, которая прописана именно в цифрах, она, я думаю, даст определенный толчок к тому, чтобы улучшить жизнь нашего населения, и отсюда появится и некоторая стабильность, и политическая, и экономическая. А что по поводу уплаты налогов? — Да, вот вы хороший вопрос подняли. У обязанностей следует отметить, что в предлагаемой редакции Конституции мы четко предложили налогую обязанность гражданина и человека, военную обязанность гражданина и экологическую обязанность гражданина. Мы предложили такую норму, что каждый гражданин Кыргызской республики обязан бережно относиться к природе и обязан защищать природу. Я думаю, потом в отраслевых законах уже пойдет детализация, но наша концепция заключается в том, что, к сожалению, в Кыргызстане сейчас экологический кризис, ни для кого не секрет. И в этом у нас есть большие экологические проблемы. А как решать? Если каждый гражданин, и он будет обязан с одной стороны, и с другой стороны, и сам как гражданин, он должен понимать, что если он бережно не будет относиться к природе, если он не будет выкидывать мусор, если он не будет плеваться, и если он будет защищать природу, то, соответственно, что наша экология будет чистая, и что он потомкам оставит чистую природу. И вот с этой целью мы закрепили хорошие нормы, направленные на экологическую обязанность граждан. Первое. Второе. Вот вы хороший вопрос подняли по налогам. В действующей редакции Конституции говорится о том, что каждый гражданин Кыргызской республики обязан платить налоги. Соответственно, у нас возникли вопросы, а что? Иностранные граждане не обязаны платить налоги. У нас в Кыргызстане очень много иностранных граждан, которые получают разрешение на работу официально от государственной службы иммиграции. Разве они не платят налоги? Ну, они платят налоги. Ну и более того, что, например, граждане Евразес, они должны платить наравне с нашими гражданами все налоги, налоговые отчисления. То есть, соответственно, налоговые обязанности, налоговое бремя, оно должно также ложиться на плечи иностранных граждан. И, соответственно, мы четко написали, что граждане Кыргызской республики, запятая, иностранные граждане и также юридические лица обязаны платить налоги. Но вот еще интересно, что местные жители часто поднимают вопрос, куда уходят налоги тех компаний, которые, например, работают в регионах. Компания работает в регионе, а налоги они оплачивают в Бишкеке. И получается, регион недополучает определенных средств и не развивается. Но это, наверное, уже работа других министерств и ведомств. Вера, вообще, вы поднимаете очень концептуальный вопрос. Данная проблема должна решаться вместе с административной территориальной реформой, во-первых. И, во-вторых, справедливо распределение налоговых отчислений – это очень болезненный вопрос. И здесь, конечно же, необходимо парламентариям в перспективе правительства вместе решать этот вопрос. Это очень актуальный, живый, трепещущий вопрос. И если мы хотим развития регионов, развития сельской местности и городов, то, соответственно, безусловно, определенная доля налоговых отчислений должна оставаться в регионах. Но и в то же время нельзя забывать об общей оборонной функции, об общей социальной функции государства – строительстве школ, садиков и, в том числе, например, прожиточным минимумом. Соответственно, это вопрос требует комплексного рассмотрения. Такое понятие, как лишение гражданства. Скажите, пожалуйста, может ли государство принять решение и лишить гражданина по новой редакции Конституции? Веря, следует отметить, что в 2016 году, вы знаете, была последняя конституционная реформа. И в 2016 году в референдуме была закреплена очень интересная норма. Там была закреплена возможность лишения гражданства. В каком случае? Ну, там не говорилось, в каком случае. Там говорилось, предусмотрено законом в случаях. И этим фактом кто-то пользовался? Нет, но... Негативно? Нет, нет, нет. К счастью, до практики не дошло, потому что не был принят соответствующий закон. Но мы данную норму очень долго обсуждали. На наш взгляд, данная норма... Вообще, лишение гражданства, это противоречит фундаментальным правам и свободам человека и граждания. Как я, родившись гражданином Крыгырской республики, государство или иное лицо, лишить помимо моей боли мое гражданство? Да, такие нормы есть, скажем, в некоторых тоталитарных и авторитарных государствах. Но в Крыгырской республике, как в демократическом государстве и как в правовом государстве, такого не должно быть, на наш взгляд. И если, скажем, авторы данной нормы в 2016 году имели в виду, если гражданин совершил, скажем, очень тяжелое преступление и, скажем, и лишение гражданства рассматривают в качестве как дополнительного или основного наказания, то они глубоко ошибались. Потому что в УПК и УК четко указаны, скажем, основные и дополнительные виды изыскания. И лишение гражданства не может ни в коей мере рассматриваться в качестве наказания. Потому что гражданство – это мое право первое. И мое право государство не может лишить. И это означает, что государство хочет гражданина бросить на производ судьбы. Понимаете? Он не хочет о нем заботиться, скажем, в этом случае. И он не хочет его воспитывать, если он совершил преступление. Если судом доказана его виновность, то государство должно брать на себе функцию воспитания. Но он не должен от него отрекаться. Понимаете? Только за исключением случая, когда гражданин сам, скажем, получил по своему желанию гражданство России, Соединенных Штатов Америки, Казахстана. Когда он сам добровольно написал заявление о том, что он хочет выйти из гражданства крыгской судьбы и получить иное гражданство. Но насильно ни в коей мере ни государство, ни какие-то организации не должны решать гражданство гражданина. И у нас были жаркие дебаты. И мы доказали, что данная норма, она себе держит такой негативный потенциал в перспективе. Очень плохой потенциал для прав человека. И мы более того написали, что гражданин Кыргызской республики, помимо своей воли, не может быть лишен гражданства. Очень интересно. Но то, что касается развития демократии, свободы слова, журналисты в нашей стране тоже поднимают различные проблемы. И порой становятся на защиту прав человека. Но на конституционном совещании обсуждалась норма, когда журналисты сами нуждаются в защите. Скажите, пожалуйста, какую важную норму вы приняли, чтобы защитить свободу слова в нашей стране? Знаете, к нам поступили очень хорошие предложения от правовой клиники Аделет, от ассоциации юристов, от сообщества юристов и от многих граждан. И, кстати, рациональные зерна их предложений мы приняли и предложили. И следует отметить, что в средствах массовой информации, особенно в социальных сетях, сейчас это самая обсуждаемая тема – свобода слова. И следует отметить, что мы, понимая важность свободы слова, понимая важность четвертой власти как такой, средств массовой информации, мы, понимая важность, что свобода слова является одним из базовых элементов демократии, мы закрепили очень хорошие нормы, которые направлены на поддержку свободы слова. В частности, мы четко закрепили, что в Кыргызской республике цендура запрещается, первое. Второе, очень важная норма, мы закрепили норму о том, что в Кыргызской республике не принимаются законы, которые направлены на ограничение свободы слова и на ограничение деятельности средств массовой информации. Я думаю, это очень сильные позитивные нормы, которые в перспективе дадут возможность развитию средств массовой информации. Да, нас обвиняют в том, что мы поддерживаем троллинг, фейковые новости, у нас спрашивают, о чем много у нас негативной информации в СМИ, но тем не менее, мы должны смотреть на эту проблему концептуально, что свобода слова должна быть. И ни в коей мере не должно возбуждаться уголовных дела в отношении другого гражданина или журналиста о том, что он написал неверную информацию. Если он считает, что этой информацией порочится его честь и достоинство, пожалуйста, он может обратиться в гражданство в правом порядке с исковым заявлением в суд. То есть, по поводу свободы слова мы предложили и закрепили очень много хороших демократических норм. У меня есть еще вопросы к вам, но, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что в нашей студии был доктор юридических наук профессор Нурлан Шерипов. Оставайтесь с НАЛАТО 24. Всего доброго. Оставайтесь с НАЛАТО 24. Всего доброго.